Бензесмен в Москве, Олег Геннадьевич говорит, у меня все есть, ну знаете, Новый Русский, у меня все есть. Даже то, что вам не снилось. Это такие шутки про Новый Русский. Вот. Но говорит, что-то счастья нет. Это как раз об этом. А в страсти счастья же не бывает. Когда человекосознание направлено наружу, счастья не может быть, потому что счастье означает внутренняя жизнь. Садиться и желать другим счастья, прощать, просить прощения, принять близкого человека в свою жизнь, совершать аскезы, принимать его характер. Это тяжелый труд, мои хорошие. Тяжелый труд. И потом какой результат? Благодарность. Три стадии любви, запишите, благостных людей. Страстные люди не способны на это. У них нет ни времени, ни сил на любовь. А без любви жить вместе невозможно. Поэтому страстные люди максимум живут 15 лет вместе. Невежные. Я говорю потолок. Обычно невежные люди 3 года, максимум 7. Страстные люди обычно живут вместе 7-8. Иногда 15. Благостные всю жизнь. Иногда благостных людей разрушается семья из-за влияния судьбы очень тяжелой, с прошлой жизни. Но чаще всего сохраняется семья и становится все лучше и лучше отношений. Благостная жизнь означает, мы вкладываем в отношения, вкладываем друг друга. Первая стадия принятия. Все принять. Характер, условия жизни. Все, что близкого человека есть. Этот Бог мне дал по судьбе. Мне так положено. Я больше ничего не достоин. Вот что есть, то есть. Это сложно понять. Нет, я достоин большего. Почему я не достоин? Я еще молодая, у меня все впереди. Я могу этого бросить, 5 найду лучше. На меня все смотрят. Можешь мечтать о чем угодно. Человек получает всегда только то, что он достоин получить. Все. Больше ничего не будет в жизни. Принятие. Самый сложный этап. Первый. Принятие означает служить близкому человеку. Как можно принять? Смотрите. Принять это не означает обляпаться грязью, которая исходит от близкого человека. И всю эту грязь на себе принять. Ну все, я обляпал. Те обзывают, не любят там. Ведет себя как хочет. Да и все. Принял, все грязненьким стал. Означает первая стадия любви. Нет. Первая стадия любви это не унижение. Не унижение. Первая стадия любви означает, что ты в молитве прощаешь. Вот это и говоришь. Это моя судьба. Он так себя ведет, потому что мне так положено. Я в прошлом такое заслужил. Понимаете? Это на основе знания принятие приходит. А я вам говорю, что это даже чувствую. Когда что-то близкий человек мне не так делает, я даже чувствую, откуда это пришло с прошлого. Я эти законы все как бы начинаю воспринимать. И вам их им передаю. Мне становится спокойно. Раз человек знает, что так должно быть, ему становится спокойно. Думает, хорошо, Бог меня воспитывает, это супер. А если не принимаешь, значит не хватает молитвы в жизни. Всегда, если вы говорите, а я не могу принять близкого человека. Судьбу не принимаешь. Означает близкого человека. Мы все бунтуем перед Богом. Одни бунтуют, говорят, у меня работы нет хорошей, это бунт. Какой Бог дал и хорошо, прими. Будет лучше тогда, если примешь. Второй говорит, мне мужа плохого дали, давайте лучше. Это бунт перед Богом. Бог дал такого, вот это твоя судьба, твой крест. Прими его. Мне говорят, что вот по этой вот дороге, где шел Иисус Христос, мы шли там. Говорят, тоже люди некоторые берут крест и несут до того места, где его распяли. Я говорю, ну это просто как бы, это демоверсия, это игра в это все. Почему игра? Я говорю, ну потому что надо сделать то же самое, если ты как бы не играешь в это, этим живешь, ну тогда иди пускай тебя тоже, и ты это пожертвуй. Ведь многих там распинали, но осталась слава только об одной личности. Потому что она это сделала на благо всех. И по своей доброй боли, понимаете? Вот в чем заключается изюминка-то. Еще надо уметь себя отдать другим. Можно погибнуть, и что от этого меняется? Попробуй свою боль отдать всему человечеству. Вот в чем заключается трудность. Это надо на это еще милость иметь, и силу, и полномочия, и так далее. Нет, пока нельзя. Видите, какие вы стали смиренные, и послушные. Видите, я никого не трогал. Сдавали мне, а сейчас сидят и слушают, не задают вопрос. Почему? Потому что так действует любовь. Уважение начинает проявляться в отношениях. Я говорю, нельзя на раз. И ждет, когда можно. Любовь. Так действует энергия любви. Мы не принимаем, означает, будет хуже. Когда люди не принимают, это как конденсатор. Накапливается, накапливается. Бабам, пробило все, разрушилось. Или скандал. Пошли ругаться друг на друга. Страшная вещь. Принятие нужно только... Нет сил принимать. Олег Геннадьевич, а нет сил принимать. Я не могу терпеть это все. Конечно, нет сил. Мы проводники, мы не источники энергии. Во что верите-то, в свои силы? Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, но уже не пять лет жизни. И всего лишь успели понять всех друзей. Мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Как верили в себя. Я не являюсь источником энергии. Если у меня нет сил, я не могу так больше жить. Хорошо. Значит, тебе не хватает времени ни на работу, ни на семью, а на молитву. И ты не знаешь, что такое молитва. Молитва означает связь. Слушай голос того, кто связан. Верь в него и повторяй сам. Во время этого повторения его вера передастся тебе. Вера — это как аромат. Одного человека передается к другому. Веру не выхватишь просто из воздуха. Она должна передаваться от кого-то. Вера в Священное Писание тоже передается, как аромат от одного человека к другому. Потому что в Священное Писание Господь оживает через Личность. Больше того, Священное Писание является воплощением Бога. Это скрытое, тайное воплощение Бога. Мало кто знает об этом. И слово Священного Писания оживает в словах того, кому позволено Бога в Священном Писании видеть. Поэтому люди некоторой молитвой достигают отношений с Богом, а другие видят Бога в Священных Писаниях и, читая их, достигают Бога. А некоторые поклоняются Священным Писаниям. Я это видел. Рядом со Стеной Плача есть такая арочка, туда заходишь, и там поклоняются Священным Писанием и достигают отношений с Богом через это. И сила во всех этих местах приносит счастье во всех направлениях. Эта сила отличается тем, что она счастье дает туда, где тебе надо, а не где ты хочешь. Потому что, может быть, тебе надо вылечиться, у тебя там болезнь мертельная развивается, ты хочешь машину. Когда ты к Богу приходишь, как один святой человек вспомнил сейчас. Один святой человек. Я не помню, кто. То ли Иоанн Чудотворец, я не помню, кто-то из православных или из христианских таких святых. Он был сапожником до своей духовной практики. Но он был уже избранным человеком. Духовно сильным очень с прошлой жизни. И он как бы пришел, купец к нему, говорит, сделай сапоги, чтобы я никогда не сносил. Ему смешно стало, начал смеяться. Он говорит, что смеешься, сапоги делай. Он говорит, хорошо. И начал делать сапоги. Тут ему заплатил. А он увидел, что он завтра должен оставить тело, уйти из мира. Понятно, что он эти сапоги никогда не сносит. Все смешно стало. Ну, что сделаю, конечно, и тебе такие сапоги. Нет проблем. Понимаете, о чем я говорю, или нет? Я говорю сейчас от отношений с Богом. Если у вас есть возможность силой наполниться, тогда вы примете мужа и на первую стадию отношений выйдете. Или жену. Означает, первая стадия любви означает что? Спокойствие в доме. Можно вместе жить. Я с работы иду, мне хорошо, потому что там руганий не будет никакой. Мы успокоились, нам нормально жить, мы друг друга приняли. У нас все, мы как бы срослись, у нас все хорошо. Я с этим человеком буду жить. Первая стадия. Это означает, капля любви появилась в отношениях. Не капла наслаждения друг другом, не капля совместимости, а капля любви. Дальше вторая капля, уважения. Это уже не капля, это уже начинает ручеек течь. Теперь, что значит принятие? Слушайте внимательно. Когда человек выполняет свои обязанности, означает просто из чувства долга. Вот люди этого не знают. Из чувства долга, как, допустим, мы с сестрой говорили, и это, а что, вот просто звонить друг другу, это не лицемерие? Нет, звонить из чувства долга, это первая капля любви. То есть просто звонишь, говоришь, как дела, все, то есть задаешь вопрос, открываешь сердце. А так устанавливаются отношения. Из чувства долга жена готовит мужу, выполняет, стирает белье, но если она это делает для удовлетворения Бога, прежде всего, тогда в этом случае мужу достается больше. Если она делает для мужа, тогда ждать надо от мужа, а муж не всегда сможет отдать, не доверяйте слишком много друг другу. Не думайте, что мы источники энергии. Вот, допустим, вы готовите пищу, готовьте ее для Бога. Потому что, когда человек для Бога готовит, то Бог наградит вас счастьем обязательно в результате этого приготовления. Вы любой вкладываете в пищу, приготовьте для Бога. Как Он даст вам счастье, вы потом узнаете, узнавать будет сами. Но если вы для Бога приготовили, вы будете счастливы от этой пищи. А если приготовили для мужа, то не факт. Потому что иногда близкий человек вам даст назад благодарность, а иногда забудет, а иногда вообще обнаглеет и будет говорить, это по моей судьбе положено так, чтобы мне так вкусно готовили. Поэтому будьте осторожны. Готовьте для Бога, означает с молитвой. освящать, пытаетесь пищу как бы ее уже Богу совсем окончательно отдать. А потом вы берете назад освященную пищу, Бог вам возвращает все. Не то, что Он все съест, вам ничего не останется. Он все возвращает назад. И эта пища, она освобождает человека от всех страданий. Ну а столько, насколько вы ее осветили, конечно же. Сколько вложили, столько и получите. но это гарантия, что в этом случае у вас не будет проблем с принятием. Слушай теперь меня внимательно. Когда человек служит близкому человеку, то в момент служения в виде благодарности из него выходит видение его хороших качеств. Когда ты видишь, что этот человек хороший, ты потом тебе служить ему легче. А когда еще лучше видишь, что он хороший, еще легче служить. А когда еще лучше видишь, что он хороший, еще легче служить. И принятие означает, что ты служишь близкому человеку и видишь, что он хороший. Это означает начало любви. Вот теперь слушайте меня внимательно. Я могу привести пример, который вас убедит в этом на 100%. Но этот пример безусловный. То есть это то, что Бог дает как подарок. Вот когда мать рожает ребенка, она видит в нем хорошие качества, потому что так хочет Бог, чтобы она заботилась о нем. И когда ребенок рождается, она испытывает счастье от него, потому что видит в нем душу, видит в нем чистоту, доброту, вот все, что у него есть хорошего, она в этом в нем видит. это по воле Бога происходит, не то, что она заслужила это, нет, просто это такова милость. И потом на всю жизнь, видя хорошие качества своего ребенка, мать помнит о нем, как о том, которого она видела в момент рождения. Она не может этого забыть уже никогда. Она его видит как близкого себе человека, потому что она помнит, качество души. Точно так же человек может своим трудом в отношениях приблизиться к другому человеку. Если мы служим по-доброму, с любовью, бескорыстно, понимаете, бескорыстно очень трудно, потому что женщина, например, все делает для мужа, но делает корыстно, она хочет от него назад улыбки, нежности, доброты. Это не бескорыстно, но если она это для Бога делает, а муж, допустим, не то, что там муж вообще непонятно, нужен мне, не нужен. Понятно, что для мужа так же, но сначала для Бога. Тогда в этом случае эта бескорыстная деятельность рождает возможность видеть хорошее в муже и легче уже ему служить. Как говорит, служить бы раб, прислуживаться тошно. Служить означает видеть хорошее в человеке. А хорошее можно увидеть, если ты делаешь для Бога. замкнутый круг получается. Если живем для себя хорошее не увидишь. Я не могу этому человеку служить, он мне неприятен. Означает осквернение. Если между вами накапливается плохая злая сила, значит тогда вам надо отношения отстраняться друг от друга и очищать отношения в сердце, молиться за отношения, прощать, просить прощения и потом дальше продолжать эти же отношения. давайте мы немножко заговорились, вы устали слушать, давайте нужна энергия любви, чуть-чуть послушаем. Это нужно для того, чтобы вы расслабились, снялись с напряжения об отношении. Смотрите, один человек отдает энергии любви, а другой еще не может принять, но при этом он уже благодарен в сердце. Послушайте внимательно, то есть ситуация такая, что человек вообще не хочет принимать, он просто говорит, все уже разрушено, а один вкладывает силы и говорит, все равно как бы у нас все будет хорошо. Вот такая ситуация. Следующая стадия после уважения, до которой мало кто доходит в своей жизни, стадия настоящей любви. Любовь означает выбор человека, а не судьба. Когда Бог дает нам счастье, любви, это его подарки. Но когда человек принимает человека характер, а нет людей с хорошим характером, я с сестре сегодня в машине рассказываю, говорю, все мужчины будут тебя обязательно мучить. Она говорит, а как можно тогда жить с кем-то вообще? Я говорю, а просто если вы вместе Богу служите, для Бога живете, тогда ради этого можно жить человеком. Потому что ты видишь, что он Богу служит, значит, ты видишь, что он Богу служит, значит, терпеть. А если просто так живет, за что терпеть. Но если ты хочешь, чтобы он служил Богу и ждешь этого, значит, это придет раз, есть за что терпеть. Только правильная направленность жизни в семье дает возможность жить вместе. Все остальное не имеет значения. Будет квартира вместе, не будет, это все временное. отношения могут длиться ни одну жизнь. Верность это удивительная стадия отношений, которую редко кто достигает. Это стадия, на которой человек воспринимает близкого человека очень чисто и светло, несмотря на его недостатки, очень чистая светлая память о человеке. Верность не обязательно может быть всегда как последняя стадия отношений, которые созрели и развились. Верность также является последней стадией любых отношений. Но если у вас нет верности, вы не дошли до этой стадии, то вы будете страдать от отношений. Потому что когда человек отношения включается, допустим, кто-то бросил, муж бросил, жена бросила, кто-то кого-то бросил. Так? Кто-то кого-то бросил. И как забыть? Я не могу тебя забыть, но как мне жить? Как мне быть? Человек не может жить, потому что он не может забыть. Его бросили, допустим. Он не может не семью создать, не может дальше жить, потому что его бросили. и он не знает, что делать, объясняя, что делать. Понимаете, часто мы думаем, что наша задача вернуть всё назад, а наша задача не вернуть всё назад, наша задача — выполнить свой долг перед этим человеком. И это очень трудно принять и понять. Выполнить свой долг означает прощать человеку и вспоминать светлое чувство по отношению к нему. А когда у тебя светлая память сформируется и утвердится по отношению к нему, тогда в этот момент твоя любовь к нему станет честной и правильной, и ты станешь выше близости или дали. Светлая память, когда сформируется к человеку, ты будешь помнить о нём правильно, и в этот момент у тебя в сердце появится сила, дать ему возможность выбрать всё, что он хочет в жизни, но при этом ты его не предаёшь, потому что у тебя осталась по отношению к нему светлая память. Светлая память — это бесценный дар. Когда у тебя светлая память в сердце сидит по отношению к ушедшему из жизни человеку, у тебя к нему остаётся только хорошее и прекрасное чувство, и больше ничего. И ты связан, продолжаешь с ним нитью незримую, остаёшься связанным. Когда у тебя светлая память остаётся по отношению к тому, кто тебя жестоко бросил, тогда ты не печалишься от того, что его нет, потому что чувствуешь, что ты все экзамены в этих отношениях сдал. Когда светлая память у тебя остаётся по отношению к тому человеку, который оказался тобой брошенным, то тогда, значит, тебе Бог уже простил всё. Потому что когда ты бросил человека, ты просто забываешь о нём. У тебя вообще нет на нём никакой памяти. Картинка стирается в голове. Ты должен вспомнить, почувствовать его боль, раскаяться и принять, дать ему возможность жить чистой жизнью. И тогда ты будешь прощён. И у тебя останется о нём светлая память, и больше никогда никого бросать в жизни не будешь. Потому что когда ты этот путь проделаешь, ты поймёшь, что лучше остаться вместе, чем так мучиться. А теперь я вам про верность немножко расскажу. Знайте, что люди, которые достигают стадии верности, не расстаются потом, они остаются вместе. Их никто и ничто не может разлучить в жизни. Они встречаются в одной из следующих жизней опять. У них близкие отношения. Сейчас вы будете слушать песню, которая стала русским шлягером. Но она как раз об этом. Эта песня, можно тысячу раз её слушать. Я тысячу раз уже её проигрываю. Но эмоция этой песни означает, что человек уже достиг со своей женой стадии вот таких отношений. И он уходит из жизни, этот человек. Он скоро уйдёт из жизни. И он объясняет жене, как воспринимать, как не почувствовать разлуку, как остаться вместе. Он объясняет, что когда я ухожу из жизни, то память обо мне, которая приходит к тебе, означает, что я сам прихожу. То есть, между нами нет разлуки. И любовь, которую я испытываю к тебе, это как раз и есть та сила, которая побеждает дистанцию, то есть смерть. Смерть означает дистанция. Всё, разорвались отношения, нет отношений. Но если я верен тебе, я тебя люблю, то тогда в этом случае дистанции нет. И ты вспомнишь обо мне. Особенно ты вспомнишь тот момент, когда ты будешь уходить из жизни. На окраине жизни твоей ты вспомнишь обязательно. И это значит, что ты придёшь ко мне. О чём бы человек ни вспомнил на окраине своей жизни, он достигает этого объекта. То есть мы опять будем вместе с тобой, в конце концов. Но ты должна сейчас всё это принять. И он объясняет, как он женщине объясняет. Объясняет и насказатель. Кто из вас не может забыть близкого человека? Нет чистого образа, чистой памяти. Простите, прощите, простения. Когда увидите чистый облик человека, вы достигнете этой стадии. И всё, и Бог вам даст возможность жить дальше. Вы свой экзамен сдали, идите дальше. Память о человеке держит, объясняет другой человек о себе. Между людьми есть сила, которая соединяет их. Эта сила, она подчинена не человеку. Когда мы вспоминаем другого человека, это воля Бога. Он не может наши отношения разорвать, потому что мы не сдали экзамен. Хочешь получать любовь, плати цены. Цена памяти, светлой памяти человеку, и в этом цена отношений. Больше нет никакой цены. Если ты не хочешь светлой памяти, ты хочешь от человека наслаждаться, ты не хочешь вспоминать его, ты не хочешь молиться за него, ты не хочешь просять, просить прощения, у тебя нет с ним отношений. Ты просто зря с ним проживаешь свою жизнь. И когда он идёт из жизни, ты будешь плакать и говорить, я тебя не знала, я тебя не любила, у меня не было времени, не было сил, не было желаний, я прожила зря, сейчас вы прости. Но вот такую песню вы не сможете спеть. И он не сможет вам спеть, потому что вы неправильно жили. Но если вы живёте правильно, вы всё это сможете. Признак правильной жизни означает светлая память о человеке. Если вы сейчас глазки закройте, один вариант, вы не вспомните близкого человека глубоко, второй вариант, вы вспомните его с обидой, третий вариант, светлая память. Если вы светлую память инициируете в сердце, естественно, по отношению к близкому человеку, значит, вы придёте к любви. Сначала будет принятие, потом уважение, потом верность. Неизбежно. Вы пройдёте все эти стадии и будете счастливы в отношениях. Вы не зря проживёте в этих отношениях свою жизнь. Всё это без Бога невозможно, по секрету вам скажу. Потому что боль, которая вызывает судьба в отношениях, разрушает всё. Светлую память, отношения, веру и возможность жить вместе тоже разрушает просто судьба. Часто люди думают, я не могу с ним жить, что мне делать? Ну, просто ты сдаёшь экзамен сейчас, судьба разрушает твою жизнь совместную. И ты должен молиться Богу для того, чтобы у тебя были силы прощать, принимать, терпеть и жить дальше. В этом заключается наставление любого человека, который имеет мудрость, который тебе даст. А если тебе человек даёт такие наставления, это не твой человек, по гороскопу вы несовместимы. Если он даёт тебе наставление, это не твоя половина, найди себе другую. Если он тебе даёт наставление, уйди, иначе будешь страдать. Если он тебе даёт наставление, надо погулять от него, тогда станет легче. Этот человек глупец и пойдёт в ад за такие наставления. Бог даёт отношения на всю жизнь. Если мы не справились с этими отношениями, значит, он даст другие, когда придёт время, если ты заслужишь этого. Но опять на всю жизнь. Если ты не справишься с этими, опять на всю жизнь даст другие. Бог может много раз давать, но в какой-то момент он может давать реже и реже. Если ты удивляешься, почему много лет прошло и никого нет, значит, он уже не хочет тебе это слишком часто давать. Не верит, что у тебя что-то изменится. Докажи. Докажи Богу свою возможность любить человека. Тогда получишь человека. Но не получишь наслаждение с этим человеком, получишь жизнь. Жизнь означает трудности. Да? Обязанности женщины таковы. Женщина должна принять характер мужа и его условия жизни. Принять означает постепенный процесс. То есть, понятно, что хочется большего всегда. Женщине хочется уюта. Она не может без этого желания жить. Ей хочется детей. А иногда мужчина не может завести детей, у нее не хватает сил. Он не может ей создать уют. С каждым годом жизни в этом мире уют создать уже тяжелее и тяжелее. Сколько в вашей стране в среднем надо работать, чтобы была своя квартира? Сколько? 30 лет. 30 лет. Ну, представляете, значит, уже уюта не будет. Уже судьбы не хватает у людей, чтобы создать уют. Уже все, значит, все живут в съемных квартирах, получается. это означает, что нет смысла этого требовать. То есть нужно просто принять судьбу, как есть. Видите, две обязанности по отношению к мужу главные. Первая обязанность принять характер мужа. Слушай, ну у всех мужиков, у других мужья-то как лебедушки, а у меня бедоносец. Вот вспомните «Любовь и голубь» этот старый фильм. Там все правильно показано. Там же пьянчуги были мужья у этих женщин. Почему? Потому что они их постоянно пилили. Когда женщина пилит мужа, он спивается. Это закон. Если мужчина пилить, он распиливается. То есть женщина распилиться означает спивается. Он убивает свою жизнь. Когда человек выпивает, он убивает свою жизнь. Это самоубийство вид такой. Есть два способа самоубийства. Один способ это убить тело, а другой способ убить разум. Когда человек пьет, он лишается разума потихоньку. Медленное уничтожение разума. Когда курит, он просто не может расслабиться, отдыхать, он лишается здоровья. Курит и... Понимаете, когда человек искусственно что-то хочет получить в жизни, он получает взамен на что-то. Всегда здесь есть закон сохранения энергии. Например, ты не можешь расслабиться, тебе нужно что-то сделать, чтобы успокоиться. То есть человек часто не понимает, что он напряжен. Он воспринимает как спокойствие. Он курит, он расслабляется, но эта энергия, вся энергия же, он же энергии лишился, энергия напряжения идет в разрушение здоровья. А когда человек пьет, он тоже расслабляется, но энергия напряжения идет в разрушении разума. Что это значит? Человек становится безответственным, ему все по барабану, дети как будут жить все равно, жена как будет жить все равно, пропил квартиру, ничего страшного. Это означает все, нет разума, нет видения жизни, нет чувства ответственности, теряется разум, когда человек выпивает. женское пьянство еще хуже, потому что мужчина пьет, может бросить, женщина пьет, бросить гораздо тяжелее, потому что женщина это оплот чистоты в обществе, когда оплота нет, кто будет соблюдать чистоту, кто будет следить за культурой жизни, женщина следит, она является оплотом, не заложено это, она чувствует, пить это плохо, не будем пить, курить это плохо, не будет курить, если женщина начинает это делать, кто тормоза, кто на тормоза включит, мужчина, у нее нет, не заложено в характере включать тормоза, значит, бьем вместе, чтобы бросить курить, нужна помощь, почему женщина курит, не хватает энергии, откуда взять энергию, слушаем голос, молимся вместе, появляются силы в сердце, когда? Ничего страшного, помогите сначала себе, начните заниматься духовной практикой, молитесь каждый день, идет время, вы успокоитесь, первый этап помощи, это спокойствие в сердце, все будет хорошо, он бросит, второй этап взаимодействия, то есть вы можете уже ему говорить по-доброму, у вас есть силы, надо бросить курить, у вас хватает силы на это, взаимодействие, второй этап, и третий этап, у него изменения начинаются, ему меньше, меньше хочется курить, вы можете так жить свою жизнь, проделать эти три этапа, первый этап, я молюсь, получаю силы, сердце, спокойствие появляется, у меня все будет хорошо с мужем, сейчас спокойствия нет, вы не чувствуете, что все будет хорошо, а у меня есть спокойствие, это значит, у меня хватает силы вам помочь, вы же не сможете бы за счет меня прожить все свыше, вот, замечательно, значит, там, где другое, тоже туда надо прилагать молитву, нет таких мещей, куда бы нельзя было приложить молитву, и нет такой судьбы, в которой не было бы три стадии, первая стадия спокойствия, вторая стадия, я влияю на ситуацию, третья стадия победа, победа тоже постепенно приходит, постепенно человек меняется, и так, обязанности женщины означает, она, если она вот этого не сделала, она не приняла характер мужа и его условия жизни, все остальное бесполезно, она будет ныть, несчастная, будет ходить, принять означает, приложить усилия внутренне, вот я в воду заходил, она начала сводить мне ноги, руки, а мне надо было восстанавливаться, у меня надо было лекции читать, я думаю, че же я сейчас больным, пойду лекцию, нет, я пойду дальше, я в это время душевные силы приложил, в том раз, тело начало привыкать, потом я вообще там купался, уже не чувствовал воды, так и в жизни тоже, в какой-то момент нет силы что-то делать, и человек берет силы свыше, он начинает думать о долге своем, о Боге, о молитве, и сила приходит в этот момент, который я usually пок buffал, он начинает думать о том,